и всем привет ребята мистер вайфис и записываю новый ролик сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат аккаунту сегодня у нас полноценная третья серийка нашего бездоната спасибо всем огромное кто поддерживает данную замечательную рубрику кто прожимает свой лайк а завра на предыдущей серии у нас собралось практически 150 с момента записи этого видоса ну а на первом видосе вообще набралось там около 180 поэтому спасибо всем огромное обязательно также поддержите данный видос лайком если вам нравится эта рубрика и вы хотите видеть ее чаще как я и говорил 120 троечку лайкозавров мы набираем сразу же следующая серийка идет на запись поэтому поддерживаем видос лайком подписываемся на канал ну и конечно же не забываем участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов для этого настройка игры в аккаунтике устанавливаем мой личный так так темпе дальше оформляем покупочку в магазине но и заполняем форму которая есть в описании предыдущем видосе вы мне в комментариях написали что я бездарный тип который не знает о том что расходка проживается только лишь с имеющимися дронами и я если честно совсем про это забыл поэтому я соглашусь с вами я максимальный бездарь на потому что ну забыть про то что надо взять дрон и купить чтобы иметь как раз таки возможность всего этого дела это конечно сильно при том что сегодня у нас еще и 30 процентные скидки на покупку и на прокачку то есть возможность у нас вообще постараться прокачаться полностью с нашим дронам да то есть у меня уже как вы видите дрон приобретается ну и постараемся сегодня еще под это все дело заработать как можно больше крисов чтобы вкачать этот дрон на фу да потому что задача наша первую очередь всегда в прокачке без доната это прокачка дрона брута потому что брут это лучший дрон который может быть у вас вообще первый в прокачке если вы не прокачали сначала брута а начали качать уже что-то другое то могу вас поздравить либо огорчить значит вы неправильно прокачиваете свой аккаунт потому что брут этот но основа основ да на сегодняшний момент времени вы просто берете вкачиваете его потому что не хавать никакие дополнительные припасы он лишь только увеличивает параметры вашего расходника при прокачке и становится более жестким также не забывайте что каждую десятку лайков мы открываем по одному контейнеру то есть у нас на предыдущей серии набралось 150 лайков это значит что я должен открыть 15 ультра как ультра говорю 15 обычных контейнеров также мы быстро покупаем здесь наш контейнер плюс не понял два контейнера это чё за прикол еще и по 300 кристаллов не понял не понял а чё теперь два контейнера тут дают это на любом аккаунте теперь по два конта дают новое обново что ли вышло не знал я такого честно не знал но это какая-то халявочка халявочка еще и по 300 кристаллов при том что они стоят ну вернее минимум могут дать тысячу это выглядит очень вкусно потом зайдем посмотрим на основном аккаунте так ли это тоже работает либо это только на мальках сделали такую фишку но неплохо неплохо супер бонус забрали так ну и теперь наша задача забрать еще а отсюда я забрать не могу здесь только со штаб сержанта забираем здесь еще дополнительную звезду ну и отправляемся в бой постараемся сейчас реализовать нашего брута я даже думаю что лучше наверное мы откроем сразу имеющиеся контейнеры и сделаем прокачку брута на максималку да сколько у нас есть возможность падает мне сотка ремки делаем прокачку брута на максимум все-таки я считаю что это самое нужное вложение которое только может быть заодно посмотрим сколько кристаллов вообще нам надо на прокачку этого дрона офигеть нифига себе чуток дешево так дешево я до 10 шагов прокачал у случайно это было вот это скамовая кстати темка есть поменять сейчас были бы танкой на эту я бы сейчас просто за 183 танкой на прокачал бы брута так 10 шагов у нас есть очень неплохо так ну и по припасам неплохо тоже пойдет отправляемся в катку и к ним как всегда быстрый бой сразу меня закидывает против ботов ну и по-хорошему наша задача получить сегодня дополнительное звание но так как у нас нету не повышенных фондов неповышенного опыта на этих выходных и вообще на трех выходных подряд хотя я очень сильно надеялся на эту тему то получить звонку за одну матчмейкинговую катку будет крайне сложно но мы постараемся это сделать все-таки у нас расходка теперь уже есть теперь мы уже как говорится на более сильных темках можем двигаться ну и быть может как раз таки с этой расходкой нам удастся уже закатку например дать там условно 100 килов да то есть против ботинков соточку килов если удастся ворвать я считаю что это был бы очень и очень хороший результа тик так пробуем здесь по хантеру тоже накидочку давать по викингу тоже добавочку делаем так ну и аптеки мы тоже можем в принципе прожимать да почему нет почему бы нет по идее здесь боты тоже со звонками должны становиться более сильными 7 килов у меня уже есть аудишка кстати с расходкой сразу довольно быстрее начинает накапливаться так и дэшка когда у нас будет дэшка жду я всю эту дэшечку аптечка у нас дроповая есть убирает ее наш бота тиммейт так и пробуем накидать теперь здесь по 500 хорошо критом сливаем васпик куда-то укатывает и овердрайв кстати на центре у нас падает на 70 процентов ну ладно подберем не будем здесь уже ничего оставлять пробуем накидать сразу по оппоненте ком нам было бы неплохо сразу быстро прожимать наши овердрайвы но особо не вижу скопления противников в одной вместе то есть если бы сейчас было какое-нибудь тут плотненькое скопление офигеть прожима овердрайв у меня аж залагивает аж залагивает то ли из-за карты то ли из-за чего не знаю так ну ладно пока что по киллам все выглядит неплохо у меня 14 есть быть может даже звонку мы сможем поднять за этот бой это сколько мне как киллов надо сделать это на около ста киллов за эту катку мне надо долбануть теории наверное есть шанс буточку здесь оформить так крусейдер на меня въезжает пробуем его набрить я уж думал бот боты тоже залагивают так отлично сливаем еще одного так ну и пушим подресп пушим подресп нулевой урон есть ли он да нулевой урон тоже в ботов есть поэтому консируем внимание на легенькие танчики в приоритете сначала сливаем их неплохо тут раскатывают ботиночки так пробуем набривалову сделать еще одного интересно убьют ли меня боты закатку если учитывать тот факт что я прожимаю припасы да то есть то что я аптеки беру и дроповые и свои будет ли возможность у них меня здесь слить или не будет ну и кстати брут дает мне очень много гс ки сразу а то есть у меня уже 900 гс очки просто из-за того что я как раз таки его прокачал на 10 шагов то есть это где-то 2000 гс у меня будет при полной его прокачки так мамонту отличную тыку даем здесь у вас пожига меня наверно она вжима не вжимается отдает урончика по нашему тиммейту сливаем сразу еще одного бойца пробуем набрить мамонта в упоре он себя надамажил немножко но все равно довольно долго если честно надо накидывать чтобы его слить так пробуем набрить нет получится пробуем кинуть сюда тогда тыку пробуем забрать у вас пика но не так много если честно эти припасы пока что мне дают плюса по расходке да потому что прокачка то у меня только десяти шаговая с полной прокачкой там уже будет двойной прям припасы двойная броня что будет выглядеть очень и очень сильно так дэшка у меня появляется вот единственное только проблема у меня хп мало по идее меня сейчас эти боты могут и слить могут меня и набрить эти боты так ладно пробуем накидывать пятьдесят киллочков у нас уже есть здесь ограничение в сто пятьдесят так же самое имеется пробуем сближаться аптека появляется тридцать три килла мне на все про все здесь надо сделать где-то около сотки но я за это время до около сотки сделать точно не успею соточки тут точно не будет так пробуем накидывать по харёчку пробуем давать ему здесь домашку по мамонту тоже добавляем и по хантерочку о овердрайв кстати падает но у нас 70 процентов овердрайв поэтому ладно не будем уже если что здесь въезжать пробуем просто накидать как можно больше так и у меня есть еще аптечка хорошо по викингу даем даем 90 процентов есть еще пять минут у нас имеется ну и для за это время мне надо еще успеть сделать три тысячи три тысячи опыта три тысячи опыта но выглядит крайне много если честно крайне много так пытается по мне попасть здесь викинга гром чуть обманываем разводим его отлично даже бота можно развести иногда иногда игроков в матчмейкинге даже проще чем бота развести бывает и такое так два противника респуются по мамонту я думаю что можно сразу оуди дать на оудишка залетает по васпику пробуем жить дальше по мамонту добавляем четыре минутки до конца да и нам остается три тысячи не знаю сколько я уже здесь дал но если были бы повышенные фонды как должны были быть повышенные фонды у нас сегодня и опыт то по ощущениям как будто бы я бы уже бы мог бы здесь плюсовать свою званочку очень просто кстати джаггернаут я не знаю открылся уже мне сержанты или не открылся по идее как будто на джаггере бы я бы мог вообще по плотному развалить ботов если бы а ну да он открылся точно я же запикивался помню можно было бы джаггера по идее тогда пикнуть на джаггере бы я думаю что можно было бы побольше киллов сделать все таки чем на обычном вооружении ну и если учитывать тот факт что у нас приоритет как раз таки в получении нового звания то это было бы намного намного быстрее и эффективнее так пробуем здесь накидывать по бойцам на центре с трех выстрелов у нас только один танк умирает два оппонента друг за другом выпушивают так ну а мы пробуем сливать единственное мне то что не нравится это то что с ботами вместе обычные игроки не запикиваются опачки а вот это может быть прибыль первый голд на бездонат аккаунте первый прибыльный момент может прямо сейчас залететь голд у нас падает на центре оудишка появляется также у нас сразу же мы этот оуди вжималову делаем и играем под бабки боты боты как будто не реагирует на баблицо и мы забираем первую тыщеночку в копилочку засовываем сюда эти деньги точно лишними не будет в рамках бездонат аккаунта и это очень и очень хорошо это очень хорошо так пробуем накидать здесь по викингу пробуем добавить по крусейдеру по крусейдеру добавочки какой нибудь нет не будет добавочки добавляем по васпику добавляем по хоперу как много смог летит мимо хотя я ну по наводке должен был именно по противнику давать так 2000 мне остается и две минуты до конца но я считаю что нам надо сегодня званочку поднимать точно делать штабика надо сегодня надо делать штабика и тогда уже у нас в этом плане будет очень и очень неплохо так по хоперу накидочку даем по викингу чуть-чуть добавляем хорошо четко так и по крусейдеру даем хорошо спускаемся здесь на низ пробуем добавить урона по харьку и по мамонту так мамонту чуть-чуть под накидываем добавляем отличная минка срабатывает по противнику аптеку забираем быстро захиливает нам фу хп аптечка и у нас здесь еще и овердрайв падает на центре на мне 90 процентов соответственно мне выгоднее понял оставить противнику это не очень хорошая выгода ладно как есть так есть даем тыку здесь по мамонту и остается 40 секунд так сейчас мы еще и прибыль здесь заберем у нас на прокачку нормально сейчас еще брута полетит может даже и до полу фула сумеем здесь прокачаться сумеем здесь контента дать так кристаллик тоже забираем а что нет то лишние кристаллики у нас тоже не будет по 10 опта дают по 10 кристаллов в копилку тоже забираем ну и расходка если честно на бруте не тратится так много поэтому по идее я могу вообще без проблем на постоянно припасы прожимать они все равно будут у нас в плюс уходить из-за того что как раз таки в большинстве своем ты забираешь с магазина припасы да и плюс дополнительно у тебя есть возможность всегда получить их из контейнеров так что шикарнейшую катку мы реализуем ну и получаем баблицо у нас кстати будет возможность заформить еще и ультра контейнеры а нет ультра контейнеры я только смогу со штаб сержанта забирать да по ходу дела да только со штабика начнут у нас ультра контейнеры фармиться забираем звезды ну и давайте добьем звонку давайте добьем звонку режимы джаггернаута пикнем по-быстрому добьем на джаггере надеюсь что я его смогу забрать то что там джаггернаута в бою не будет и мне его сразу дадут вроде как да новая катка запикивается и джаггернаута когда у нас он появляется наверное в 9.30 я так думаю да то есть бои по 10 минут на мальках по идее в 9.30 значит джаггернаут у нас должен появиться сейчас проверим так ли это на самом деле дадут ли мне джаггера да шикарно ну и мы здесь полную катку играть не будем сыграем просто боёчек до как раз таки званочки ну и не знаю почему я сразу джаггера не пикнул можно было бы сразу джаггернаута пикнуть и ботинков здесь попинать ну ладно как есть так есть забыл забыл значит забыл так так пробуем здесь сводочку дать по мамонту здесь у джаггернаута много плюс если учитывать тот факт что это боты то проблем здесь вообще никаких от слова совсем нету можно очень быстро делать большое количество киллов и очков для наборчика и спокойнейшим образом плюсик реализовывать все это дело бота попробуем здесь свести и уничтожить он мне еще и тыку дает водки реггернаут я так понимаю не наносит ну и сливаем его так остается мне тысяча опыта это очень хорошо тысяча опыта это сколько получается где-то 10 килов примерно плюс-минус либо чуть больше чуть больше наверное 10 это было бы если бы опачка у меня сейчас еще и слить могут ничего себе если сейчас я от ботов сольюсь то это будет конечно грустно это будет немножко грустненько так еще пару тычек я здесь выдержать смогу хорошую сквозную даем добавляем 93 процента и нам остается кстати ровно тысячи попробуем забрать оверку на центре по удишечку играем конечно боты это это сильно это сильно просто когда так вот типы стоят на одном месте вообще без никакого движения ооо тройная тройная хорошо тройная залетай по ботам облегчили очень сильно игру новичкам да только я вот единственное знаете чего не понимаю вот ты играешь против ботов сначала до штаб-зержанта да да то есть против слабых а потом когда ты начнешь попадаться сразу против хороших игроков то тогда с тобой будет да со следующего звания по идее наверное уже матчмейкинг будет играться как раз таки против игроков обычных да а против обычных игроков ну в моем понимании вот игрок который сначала поиграл с такими ботами будет испытывать большие трудности ну хотя с другой стороны его уже немножко то игра тоже затягивает за счет того что ты как бы уже штаб-сержанта прокачал против ботинков да и ты уже думаешь что ты сильный чел чел уже нагибаешь а потом начинаешь конечно немножко расстраиваться в моменте наверное когда начинаешь играть уже против более сильных противников так ну я чуть не сливаюсь уже чуть ли уже не сливаюсь со своей агрессией ну блин все таки меня убивает ну ладно мне остается 400 очков джиггернаута было бы неплохо добить он все таки суперлоу и попробуем уже добивал его оформить 350 опыта сейчас узнаем сколько это киллов по итогу 340 а по 40 только дают серьезно по 40 очков дают за килл по 40 опыта ладно это крайне мало по 40 опыта конечно это крайне мало я думал что чуть побольше ладно киллы как семечки щелкаются соответственно мне еще 4 киллочка надо оформить 4 киллочка оформляем и сможем уже ливать скатки особо здесь фонда все равно большой прибыли ты не получишь потому что повышенных фондов у нас сейчас нету да если бы повышенные фонды были тогда можно было бы еще на этом акцентировать внимание и сыграть этот бой например условно до конца хотя я мог кстати джиггернаутов просто пореспить и сделать досрочку я как то насчет этого не подумал можно было бы джаггеров просто пореспить и сделать досрочку в рамках этого боя а кстати джиггернаутов то убивают уже 5 джаггеров слили ну ладно у меня все равно сейчас звонка уже будет полный бой играть уже в этом плане не вижу никакого смысла да джиггернаута джиггернаута даже джиггернаута а не даже джиггернаута а зачем он джиггернулся интересно он вооружение поменяет или что зачем бот джиггернаута интересно мне знать так ну и все ластовый килл и штоп сержант да контактик 32 килла мне понадобилось сделать в рамках этого боя открываются новые вооружения открывается возможность получения дополнительных контейнер очков о и кстати у меня спецрежим открывается теперь со штаб-сержанта теперь я могу со штаб-сержанта в спец-режиме заформить тоже дополнительные кристаллы военно это очень не плохо так он и календары еще теперь дает мне тоже дополнительные контейнеры вроде как все забрал сейчас еще с обучения что-то мне здесь дадут о в целых три контейнера с обучения ну и все ну и все мы даем прокачку мы даем прокачку 6000 кристаллов у нас заработанных есть посмотрим насколько мне тут хватит прокачать брута прокачать брута так даем 1 купить за танкой на понял 4000 кристаллов ты щенка у меня есть это значит что я могу забрать еще один контейнер здесь с обучения я видел там за даночку такую получи из контейнеров новую пушку установили на свой танк еще можно контейнер так подлутать окно и все делаем открытие 8 контейнеров и того в сумме у нас будет открыта за сегодняшнюю серию бас 18 горы 14 или 12 ух ты ничего себе первое золотое из контейнеров 100000 сюда бабло просто середа баблицо это очень неожиданно очень неожиданно просто сотка в карман мне падает просто сатыгу на бездонате 2.0 со старту мы даем просто со старту даем бабло это очень приятно очень бонусная и это то что но если честно мне было очень сильно необходимо на сегодняшний момент времени я считаю что мы эту соточку оставим на прокачку брута на следующую серию и на следующей серии вы сразу же долбанем прокачку брутика потому что скидки то у нас есть с 30 процентными скидками за сотку я точно сделаю себе фулового брута но к сожалению до сих пор мне не упала та самая нужная пушка которую я хотел бы получить поэтому мы ее все еще ждем появляется у меня скорпион падает падает у меня еще паладин отсюда вода но пока что акцент мне на эти конечно вещи делать не хотелось бы вот как то так ребяточки обязательно поддерживайте данный видос лайком если вам понравился обязательно подписывайтесь на этот канал если вы еще вдруг не подписаны ну и давайте наберем 123 лайка как только у нас 120 срочка наберется сразу же записываю следующую серию нашего без доната поэтому оформляйте контентик а у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока